Привет, меня зовут Евгений, канал The Best Review. Сейчас я распечатаю вот такую посылку. Магазин у нас в Куликул. Внутри находится смартфон Ulefone. Звучит даже созвучно. Здесь вот такой чехольчик силиконовый. Приятный, кстати, на ощупь. В принципе, удобно, что производитель вложит его в комплект. На задней крышке у нас заявлены вот такие вот характеристики. В первую очередь я вижу здесь 5,5-дюймовый HD-экран производства LG. IPS-матрица с применением OGS. Восьмиядерный процессор. Камера Sony IMX214, 13 мегапикселей. Гигабайт оперативной памяти, 16 гигабайт встроенной памяти, расширение памяти с помощью карточки microSD. Android 4.4, встроенный аккумулятор на 2350. OTG, GPS, Wi-Fi. Это все стандартно. Перейдем к распаковке. Значит, внутри находится смартфон Ulefone B1 в белом цвете. Посмотрим, какая комплектация у него. Вот в такой вот приятной коробочке находится зарядное устройство. 5 вольт, 1 ампер. Нормальная вилка. Коротенькие, правда, какие-то ножки. Попробую, как они будут в резетку входить. Здесь у нас находится microUSB кабелек. Приятный кабель. Длина стандартная, около метра. Вот такие вот разъемчики. Логотипов никаких здесь нету. Книжка на английском языке. И аккумулятор, заклеенный скотчем. Также в комплекте находится пленка на экран. Сразу покажу вес аккумулятора. Он составляет 45 грамм при заявленных 2,350 мА в час. Вполне реально рассчитывать на то, что эта информация верная. Здесь они ни в чем не ошиблись, я думаю. Итак, весь смартфон весит 167 грамм. Посмотрим, что он из себя представляет. Вот такой вот белый красавец. Приятный дизайн. Крышка не глянцевая. Грани также не глянцевые. Но верхняя и нижняя грань имеют вот такой вот темный глянец. Довольно необычное решение. Классно очень выглядит. Сверху находится разъемчик 3,5 мм аудио. Снизу microUSB. Отверстие для микрофона. С правой стороны у нас кнопка включения смартфона. С левой стороны громкость. Сниму крышку. Посмотрим, что находится под ней. Динамик. Снизу антенны. Два слота. Один под симку параллоразмерную. Второй под microSIM. И конечно же слот для microSD карты. Устанавливаю туда аккумулятор. И произвожу первое включение данного смартфона. По толщине он имеет примерно 8 мм. Сниму сразу защитную пленку с экрана. Еще одна пленка наклеена на экран из завода. Это очень классно. Пленка наклеена качественно. Никаких пузырьков нет. Вот так вот выглядит экран смартфона. Сразу зайду в настройки. Установлю русский язык. Пройдемся по пунктам меню. В смартфоне установлена вот такая вот прошивка. Работает он на Android 4.4.2. Из интересных пунктов я вижу световые уведомления. Похоже, что в данной модели используется светодиод нескольких цветов. Проверим в полном обзоре, насколько это правильная информация. Есть у нас ScreenGestories. Это различные способы управления смартфоном при заблокированном экране. Есть также дополнительные гестуры, на которых можно назначить свою функцию. Допустим, я на букву Е хочу назначить калькулятор. Активирую ее. Проверим, как это работает. Выключаю экран. Попробую сначала двойной тап. Нормально, экран подсветился. Теперь проведу свайп. Распозналось, но на него ничего не записано. Свайп вверх. Разблокирую экран. Попробую свой созданный свайп букву Е. При этом запустился калькулятор. Все работает отлично. Вернусь опять в настройки. Остановился я на гестурах. Пройдемся дальше по списку. Есть у нас пункт управления жестами. Это управление с помощью таких движений рук над датчиком приближения. Штука абсолютно бестолковая. Не советую вам ее включать. И зайду в раздел с памятью. Итак, пользователю доступно 8,67 гигабайт для записи различных данных. А также 4,78 гигабайта для установки различных приложений. Есть также интересный пункт световые оповещения. В нем можно активировать различные действия на получение смс, а также входящего вызова. Скорее всего при этом будет моргать в такт вспышка камеры. Сменю картинку на какую-то более яркую. Какие тут у нас интересные. Сейчас посмотрим. Вот, конечно же, цветы есть. Есть такая картинка. Думаю, цветов будет достаточно. Таким вот образом работает лаунчер. В принципе, никаких тормозов я сейчас не вижу. Работает он нормально. Сенсорные клавиши имеют вот такую вот интересную точечную подсветку. Выглядят очень приятно. Здесь у нас все стандартно. Каких-то дополнительных функций я здесь не обнаружил. Что я скажу по экрану? Экран очень хороший. Углы обзора идеальные. Похоже, что данный смартфон станет фаворитом на рынке смартфонов в ближайшее время. Так как его стоимость в районе 130 долларов. При этом он имеет просто отличный экран. И, скорее всего, хорошую камеру. Заявлено использование сенсора на 13 мегапикселей. Сейчас я сделаю несколько тестовых фотографий на данную модель. Посмотрим, как он справится с этим заданием. Сделаю фото со вспышкой. Запишу небольшой ролик на данный смартфон. Посмотрим, как работает микрофон при видеозаписи. Проверим, что у нас получилось. Абсолютно нормально записался звук. Видео также в порядке. По поводу фотографий. Неплохое качество. Эта фотография сделана со вспышкой. Детализация вполне на нормальном уровне. Конечно же, по таким фотографиям сложно оценить, насколько качественная камера установлена в данном смартфоне. Поэтому постараюсь я показать это в полной версии обзора. Не забывайте подписываться на канал, чтобы ее не пропустить. В принципе, для видеораспаковки этих кадров вполне достаточно. Камера нормальная, на мой взгляд. Буду тестировать ее по полной программе. Покажу сейчас, как звучит данный смартфон. На удивление, звучит очень приятно. Громкость нормальная. Никаких шумов нет абсолютно. А при этом звук приятный, объемный эффект даже, я бы сказал. Думаю, для распаковки этого достаточно. С вами был Евгений, канал The Best Review. Кто еще не подписался на канал, самое время сделать это по этой ссылке. Вступайте в группу ВКонтакте для обсуждения электронных гаджетов. Там вы можете задать мне вопросы по поводу смартфонов, планшетов, видеорегистраторов, спортивных камер и прочей электроники, на которые я делаю обзоры. Помогу вам с выбором, заказом, какими-то нюансами. У нас уже более 3000 человек. Также спасибо вам за внимание. На канале нас уже около 6000 человек. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. Задавайте вопросы в комментарии. С вами был Евгений, канал The Best Review. Всем спасибо за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok